В апреле Израиль отметил свой 62-й день рождения. Эта дата всегда повод к размышлениям, насколько действительно независим Израиль, и есть ли реальная угроза его суверенитету. Праздники независимости есть во многих странах. Выходной день, барабаны, парад и пикник на природе. Но если в США или в странах Старого Мира обретенная когда-то свобода – это безусловное и незыблемое достояние, то в Израиле иначе. Независимость, давшаяся такой дорогой ценой, продолжает взимать плату. Новыми солдатскими и гражданскими могилами, миллиардами шекелей на оборону, вместо больниц, школ и стариков. Израиль, как суверенное государство, полмира вообще не признает. Так не иллюзия ли это – наша независимость? Конечно нет, это не иллюзорное понятие. Мы независимы, мы независимы, в общем-то, по духу нашему. Мы как бы придумали для этой земли вполне определенную этику. Эта этика – основа нашей независимости и основа независимости вообще человека в мире. Поэтому мы, конечно, независимы, и наша независимость, она цена не только для нас, она цена для всего мира. Потому что если закончится она, то закончится и что-то очень важное во всем мире. Я уже живу здесь больше 20 лет, становится все страннее и страннее, безусловно, с этим мирным процессом, с этими постоянными чудовищными уступками. Но аналогия, которая иногда напрашивается у историка, что это похоже на государство космонеев, которое возникло с таким большим шумом в результате восстания Иуды Маковея, а потом постепенно попало в зависимость от тогдашней великой державы Рима, мне кажется, что эти аналогии несколько натянуты. Я думаю, что, как сказано, в каждом поколении поднимаются на нас, чтобы истребить нас, но Всевышний спасает нас от их рук. Просто всегда хочется думать, что это красивые слова, и они случились в предыдущем поколении, а потом убеждаешься, что и наше поколение тоже кто-то хочет истребить. В США недвусмысленно намекнули Израиле, что если он нуждается в американской поддержке, то должен брать в расчет политические и другие интересы Соединенных Штатов. Если же Израиль – это держава, которая может быть сама по себе и самостоятельно принимать решения, то это в итоге приведет к дипломатической катастрофе. Естественно, для Израиля. Америка в последнее время странным образом выглядит в качестве бумажного тигра по отношению к исламскому экстремизму. Я не уверен, что если мы будем стоять жестко на своих позициях, она окажется бумажным тигром в отношении нас. Иисусу Навину Господь сказал, когда он переходил Иордан, «Только крепись, мужайся весьма и не трусь, потому что твоей будет и странам, собственно, некуда ступать». Если мы примем диктат американской, речь не о том, что мы такие суверенные и на всех плюем. Речь идет о том, что от нас фактически требует постепенного коллективного самоубийства. В Израиле живет более 40% всего еврейского народа и больше половины всех несовершеннолетних евреев. Мы здесь живем по праву, у нас нет другой страны. И если мы хотим жить и хотим, чтобы жили наши дети, нам придется иногда научиться говорить «нет», даже если за этим «нет», последует какая-то неприятная реакция со стороны тех, кто считался еще недавно нашими друзьями. Угрозу независимости государства Израиля можем представлять только мы сами, если мы начнем бояться, отступать, маневрировать в вопросах, связанных с нашим существованием, с нашей безопасностью. Что касается Соединенных Штатов Америки, надо понимать, что то, что нас обменяет с народом Америки, намного глубже тех или иных приходящих интересов того или иного лидера, той или иной партии. И мы должны основывать нашу позицию, на этих глубинных интересах, а не на проходящих давлениях. Давление пройдет, интересы останутся и наши связи, дружбы тоже останутся. Рано или поздно в великой державе, единственной, на которую мы оперлись, мог появиться такой правитель, как Обама. И естественно, ответственность на наших руководителях сейчас, возможно, более тяжелая, чем в предыдущие годы, потому что выбор, перед которым не стоит, он очень непростой. Надо пройти между дождевых капель, как говорят на еврите. Я думаю, что это правительство самое лучшее, что мы могли бы получить в создавшейся ситуации. Сегодняшняя Европа освободилась практически от евреев. И что получила взамен? Дело в том, что без евреев начинается какой-то коллапс человечества. В том месте, где их изгоняют, начинается катастрофа. Вспомните Испанию или Англию. Это мы соль. Соль, которая плавает в борще. И без этой соли нельзя. Так что мы будем. Я полагаю, что не может такого быть, чтобы это закончилось так. Чтобы это закончилось уничтожением человечества. Потому что еще раз, уничтожение еврейской логики – это уничтожение всего человечества. И я оптимист даже не с еврейской точки зрения, а с точки зрения всего человечества. Будем и мы оптимистами. В надежде на то, что в Белом доме тоже не любят недосоленный борщ. Белом доме. Белом доме. Субтитры создавал DimaTorzok